МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Никита Борискин. Сначала коротко о главных темах выпуска. В региональном центре подготовки граждан к военной службе ДСААФ России провели внутренний экзамен. Его сдавали 30 курсантов. Гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо». Он посвящен 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 75-летию Сталинградской битвы. На сцене Республиканского дворца культуры собрались молодые и талантливые студенты МГУ Минягорева. Они боролись за звание мистера и мисс университета. В детском технопарке «Кванториум» открылась шахматная гостиная. Помимо технических изысков, ребята теперь будут заниматься и одним из старейших видов спорта. Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством завода «Биохимик» и генеральным директором стратегического партнера предприятия компании «Бистерфельд Интернешнл» Франком Дирксом. Немецкий бизнесмен рассказал Владимиру Волкову о многолетнем сотрудничестве с заводом, отметив при этом, что нынешнее состояние предприятия – это настоящий рывок вперед. Высокотехнологичное оборудование, суперсовременные технологии и очень подготовленные высокопрофессиональные кадры – все это позволило впервые в истории страны организовать уникальное производство антибиотиков – от штамма продуцента до готовых фармацевтических субстанций. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Глава Республики подчеркнул, что стабильный рост производственных мощностей на предприятии, выпуск собственных лекарственных препаратов и, как следствие, снижение зависимости российской фармацевтической промышленности от импорта – одно из приоритетных направлений развития промышленного сектора Республики. «Этот фармацевтический прорыв призван стать одним из ключевых элементов национальной безопасности в сфере обеспечения страны лекарственными препаратами», – отметил Владимир Волков. В ходе беседы представитель немецкой компании поделился впечатлениями относительно нового аэропортового комплекса «Саранска». Гость прилетел в столицу Мордовии на первом после реконструкции аэропорта рейсе и остался приятно удивлен европейским качеством обслуживания пассажиров. 17 февраля российские студенческие отряды отметят свой праздник. Три года назад он был установлен на государственном уровне. По этому случаю руководители и командиры подразделений студотрядов Мордовии собрали журналистов на пресс-конференцию и рассказали, как проведут праздник. Движение студенческих отрядов берет свое начало с конца 50-х годов прошлого столетия. Студенты из поколения в поколение трудятся во благо Родины, становятся настоящими патриотами и товарищами. Андрей Соломкин, заместитель председателя Госкомитета Мордовии по делам молодежи, в свое время более пяти лет возглавлял движение студенческих отрядов Мордовии. Работал на стройках по всей России. И о том, что труд – это круто, знает точно. Будучи бойцом и командером студенческих отрядов, прекрасно знаю, что работа студенческих отрядов является и уникальной площадкой для получения первого управленческого опыта, именно организаторской работы, решения каких-то оперативных задач для того, чтобы полноценно работал твой коллектив. Студенческие отряды Мордовии с года в год показывают большие успехи. Они трудятся по шести направлениям. Больше всего на стройке и в педагогике. Есть один отряд проводников, совсем новая, но получившая популярность у студентов сфера научно-производственная. Здесь трудится уже 128 человек. Деятельность мордовских ребят получила хорошую оценку. Они заняли четвертое место по России. Практически во всех отраслях экономики, где требуется либо временная рабочая сила, где требуется какой-то ударный труд или активизировать деятельность, студенческие отряды могут найти свое применение. И это действительно большое важное дело для всех. В день студенческих отрядов в Саранске пройдет круглый стол, праздничный концерт, а также по традиции прием новичков. Ирина Герасимова, Андрей Просвиркин, Народные новости. 15 февраля в региональном центре подготовки граждан к военной службе ДСАА в России провели внутренний экзамен. Его сдавали 30 курсантов. В течение пяти месяцев их подготовили на водителей категории С. С подробностями Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин. Министерство обороны России в весенний призыв 2018 года нужны 30 водителей категории С. Военный комиссариат Мордовии подобрал из числа призывников наиболее способных ребят и на правилах на обучение в региональной ДСААФ. Они проходят у нас обучение по военной учетной специальности. Это у нас госзаказ. Мы выполняем заказ в Министерстве обороны. Это категория С. Ребята готовы служить в армии. И поэтому мы дополнительно даем им возможность обучиться бесплатно за счет государства и получить специальность водителя категории С. Принимают внутренние экзамены у будущих армейских водителей сотрудники военной автоинспекции. Люди строгие и бескомпромиссные. Но результатами курсантов они довольны. Это предварительно внутренняя экзаменационная комиссия, которая допускает этих курсантов именно для сдачи в ГИБДД. Первым теоретический экзамен на знание правил дорожного движения сдал курсант Жочкин. На 20 вопросов у него ушло чуть более двух минут. Подготовился. Повезло, наверное, еще. Курсанты центра начали обучение в октябре. Даже по этому показателю их подготовка отличается в лучшую сторону от гражданских автошкол. Требует посещаемость. Если люди ходят на занятия каждый день, они будут знать. И они каждый день ходили. И курс обучения у нас не полтора месяца. У нас так, месяцев пять. Вот это дает знание курсантов. Теорию сдали все курсанты. Следующее испытание – практика. За время обучения каждый из парней провел 56 часов за рулем мощного полноприводного КАМАЗа. И теперь они должны показать, что умеют. Руслан Акмаев чувствует себя за рулем многотонной машины уверенно. Старт и сразу чрезвычайно сложная. Машину ведет неторопливо. Здесь поспешность не нужна. Главное – пройти маршрут чисто. Далее – косогор с остановкой. И этот элемент выполнен на отлично. Потом – параллельная парковка. Здесь главное – чувствовать габариты автомобиля. Руслан говорит, что инструкторы ему многому научили. Полученные навыки пригодятся во время службы. Для армии в контракте хочу оставаться. Вроде бы счастье. Завершает маршрут практического экзамена заезд в бокс. Потом – на исходную позицию и доклад сотруднику военной автоинспекции. Впереди – экзамен в ГИБДД. Министерству обороны России в весенний призыв 2018 года нужны 30 водителей категории «С». И они уже готовы встать в строй. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости. В Управлении Росприроднадзора по Мордовии состоялось подведение итогов работы за 4 квартал 2017 года. Речь шла о проблемах обращения с отходами производства. Подробностью Валерия Никитина и Сергей Соколова. Вопросы соблюдения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами. Реформы контрольной и надзорной деятельности. Комплексная профилактика нарушений. Вот главная тема совещания. Подобные обсуждения в республике проводятся не в первый раз. Их цель – разъяснить хозяйством и ведомствам обязательные требования природоохранного законодательства. А также мероприятия по устранению негативного воздействия на окружающую среду. В рамках 2017 года был реализован ряд масштабных проектов, которые каждый себе почувствовал. Это прежде всего снижение негативного воздействия на окружающую среду. Реализованы ряд мероприятий, созданные законодательной базой, которая позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Также сбросы в водные объекты. Большая работа проведена по работе с отходами. Вместе с пищевыми отходами, бумагой, стеклянной и металлической тарой выбрасываются различные ртутосодержащие термометры и лампы, ядохимикаты и многое другое. Все это под видом обычных малоопасных отходов складируется и выбрасывается на свалки, чем наносит большой вред почве и среде в целом. Но стоит отметить, что высокотоксичные вещества нужно сдавать специальные пункты приема, а не выбрасывать в общий мусор. Пунктов приема в Саранске всего два. Но население не осведомлено о их местонахождении. Поэтому в большинстве случаев выбрасывают ослужившие градусники и ртутные лампы в мусорные контейнеры. В республике реализуется большой проект, направленный на уменьшение несанкционированных мусорных полигонов. За данные нарушений с физических и юридических лиц взимается штраф. Управлением было подано также три исковых заявления о взыскании вреда причиненного почве как объекту окружающей среды на сумму 81 млн 673 тыс. рублей. В данный момент данные дела находятся в производстве. Также с декабря 2017 года введены чек-листы. Это документ, призванный обеспечить конструктивную и комфортную среду для взаимодействия Роспотребнадзора и природопользователей при подготовке и проведении экологических проверок. Все мероприятия направлены на улучшение качества окружающей среды республики. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. Страховые компании жалуются на забывчивых граждан и через суд заставляют виновников ДТП самих возмещать ущерб. Дело в том, что законом предусмотрен определенный срок, в течение которого необходимо сообщить о произошедшем. Однако многие это игнорируют. Речь идет о ДТП, при которых участники все оформляют без сотрудников ГАИ. В таком случае закон об ОСАГО обязывает виновников в течение пяти рабочих дней направить в страховую бланк извещения о случившемся. Иначе оплачивать страховые расходы придется самому гражданину, из-за которого и было ДТП. Оправданием для автовладельца в таком случае может быть документ, который указывает уважительную причину, в связи с которой он не смог уложиться в пять дней. Самый распространенный пример – состояние здоровья. Тем, у кого никакого оправдания, кроме забывчивости и даже незнания, нет, по судебному решению приходится все оплачивать самим. Когда обычный гражданин приходит в судебное заседание, в качестве ответчика по иску о взыскании денежных средств в порядке регрессии обращается страховая. Но люди, мягко говоря, в шоке. Они шокированы, во-первых, суммой, поскольку суммы могут быть значительными. В среднем суммы, конечно, выше 30 и ближе к 50 тысячам рублей. Людей это, естественно, шокирует. А каких-либо доводов, кроме незнания и нежелания исполнять эту норму, ну, вернее, не усмотрение какой-либо необходимости ее исполнять, люди не могут привести. Люди, естественно, скандалят, люди обвиняют страховые компании в излишней бюрократии. Ну, да, конечно, это есть. В Саранске состоялся галоконцерт республиканского фестиваля военно-патриотической песни «Афганское эхо». Он посвящен 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 75-летию Сталинградской битвы. В течение нескольких месяцев в районах Мордовии проходили отборочные концерты, а лучшие исполнители приняли участие в галоконцерте. Перед большим заключительным концертом в фойе собирается не один десяток людей. Да не только участники войны в Афганистане, ветераны, но и молодежь, для которой патриотизм – не просто слово. Молодые бывалые артисты на сцене будут исполнять шедевры о любви к родине и войне, знакомые всем. Я чувствую свою принадлежность к моей России, к Мордовии. Я считаю себя патриотом своей страны, республики. Во мне есть частичка прошлого. У каждого творчества свое, но должно так тронуть зрителя, чтобы он понял. То есть песня, вообще одна песня – это как художественный фильм, наверное, то есть краткометражный. Война в Афганистане коснулась многих семей по всей стране. На родину не вернулись три тысячи уроженцев Мордовии. Свыше пятидесяти тысяч были ранены во время боевых действий. Сегодня здесь вспоминают, какой это была война не только для тех, кто был там, но и для матерей, жен и детей. И чтут память героев, кто так и не успел вернуться с войны. Традиционный концерт военно-патриотической песни «Афганское эхо» проходит уже 29-й год подряд. За время своего существования менялось количество участников. Но вот Анатолий Чумаков, можно сказать, ветеран этого концерта. Порядка 20 лет поет о войне и родине. Как и несколько лет подряд будет исполнять свою авторскую песню. Много друзей афганцев, поэтому как-то им каждый год стараюсь что-то посвятить. Вот. Афганская война – это боль всей нашей страны. Как говорят, что она не нужна, но тем не менее ребята отдавали свою жизнь и кровь, проливали свою. К слову о музыке, которая вдохновляла бойцов перед боем. Трудно переоценить вклад по поднятию боевого духа солдат, когда артисты даже на передовой давали концерты. К примеру, многие приезжали в Афганистан с концертами и не по разу. Среди военных ходит такая шутка. Эх, после этих 250 с песней, да в бой. То есть, конечно, песня поднимает боевой дух, поднимает боевое настроение, делает человека лучше, по-моему. Готовились голоконцерты участники и члены жюри не один день. На сцене лучшие номера. Накануне несколько месяцев проходили отборочные туры. По словам жюри, судить участников трудно, особенно когда каждая песня о войне и родине спета с душой. Но все же определенные критерии есть. Это соответствие патриотической направленности и любви к родине, к родному краю. И, конечно, преобладает в первую очередь. Это афганская тематика. Галоконцерт собрал 20 лучших номеров на сцене. Участники с разных районов республики. Военная песня для некоторых не просто любовь к патриотизму. Многие знают о ней не понаслышке и сами являются участниками того страшного времени. Например, Зульфан Давыдов про Афганистан не только пел, но и был ее непосредственным участником. Ты с сестричью, медсанбати, не тревожься, Бога ради. Мы до славы доживем еще с собой. Кристина Марценюк, Сергей Соколов, Народные новости. А сейчас наша рубрика «Навстречу выборам». В ней жители Саранской районов республики рассказывают о том, почему важно голосовать. Я думаю, если человек болеет за свою родину, за свой дом, за свою семью, в этом есть необходимость. Без этого никак, иначе нельзя. Мы должны сделать выбор, который важен прежде всего нашим детям. Выбираем президента, самое главное. А почему вы выбираете? За будущее нашей России, конечно. Обязательно. Это гражданский долг каждого человека. Вы пойдете? Обязательно. Должен быть порядок. Чтобы идти на выборы, выбрать, чтобы был порядок. Важны идти на выборы. Важны. Будущая страна определяет. Вы сами пойдете? Пойду. Чтобы это был хороший президент, и, как говорится, все улучшило условия и социальную систему. Чтобы люди жили хорошо, трудились хорошо и были порядочными все. На базе Мордовского пединститута имени Евсевьева стартовала очередная зимняя психологическая школа. В этот раз учащиеся и преподаватели высших и средних образовательных учреждений основной темой для обсуждения выбрали психологию влияния. На открытии школы побывала наша съемочная группа. Что из себя представляет нейролингвистическое программирование? Наверное, многие сталкивались с этим термином. Но далеко не все понимают всю серьезность этого метода воздействия. Во время работы зимней психологической школы студентам и школьникам предстоит более глубоко рассмотреть тему психологии влияния. В этом году мы заявили тему психологии влияния. Тема, которая и спорная, и по ней очень много разработано самых различных технологий, методик. Потому что она важна не только для того, чтобы управлять группой, человеком, но еще защиту иметь от негативного влияния. И в нашем обществе предостаточно таких источников. На протяжении трех дней ребята будут посещать мастер-классы с участием ведущих НЛП-практиков. Специалисты, работающие с населением, ознакомят участников с темой психологии влияния. Покажут технологию здорового управления группами. Раскроют техники защиты от влияния на человека. К примеру, от внешних манипуляций. Кроме этого, целью этой школы является психологическое обогащение молодежи и формирование психологической культуры общения. Ирина Пятина, Александр Гурьянов. Народные новости. 14 февраля на сцене Республиканского дворца культуры собрались молодые и талантливые студенты МГУ имени Огарева. Они боролись за звание мистера и мисс университета. 16 юношей и 16 девушек раскрыли перед зрителями свои таланты и посоревновались в красоте и смекалке. Одно из самых ярких событий Мордовского государственного университета. 16 пар представили свои факультеты и институты. На одной сцене уживаются мужество и красота, ловкость и изящество. Конкурс такого формата в ВУЗе проводится впервые. Ну, ни для кого не секрет, что раньше это был Сокол Ясный и Сударушка. А в этом году у нас объединенные мистеры и мисс университета ЯМС. Почему в таком формате проводим? Просто хотелось попробовать чего-то нового. И как бы не один год уже разговоры заходили, что может стоит попробовать. И в этом году мы отважились, решили и попробовали. В этом году тематика конкурса посвящена суденчеству. Весь вечер ребята демонстрировали свои творческие способности. Эрудицию, обаяние, смекалку, умение держаться на сцене. Покоряли судей вокальным исполнением и танцами. Каждый из них прошел целый ряд испытаний, чтобы доказать, кто из них достоин звания мистера и миссис университет 2018. Это самые смелые, самые творческие, самые креативные студенты, представляющие свои факультеты и институты. И они прошли финал после тех конкурсов, которые проходили на факультетах и институтах. И сегодня действительно на этой сцене лучшие из лучших. Из 32 участников компетентное жюри выбрало самых достойных. В этом году звание мистер университет заслуженно завоевал студент филологического факультета Михаил Ломов. Коронами с университет получила студентка архитектурно-строительного факультета Дарья Тураева. Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости. Профессионалы и любители объединились на одной сцене. Так, во Дворце культуры Саранска завершился шестой фестиваль-конкурс «Хор Тайм». Подробности в следующем сюжете. Участники фестиваля – банковские работники, врачи, педагоги и предприниматели. Под руководством профессиональных армейстеров и хореографов каждый коллектив подготовил три номера, в которых органично сочетались песни и танец. Здесь участвуют люди разных профессий, которые приходят заниматься в свободное от основной работы время. Это всегда праздник, это всегда яркие краски, это всегда интересные постановки, это хорошие режиссерские работы. Нам очень приятно, что этот конкурс из года в год продолжается. В творческую битву вступили семь хоров из трех учреждений города. Это дома культуры «Луч» и «Заречье», дворец культуры городского округа Саранска. В каждом хоре от 15 до 25 человек. Они подготовили 21 номер. Мы представляем Дом культуры «Заречье». Замечательный коллектив, очень талантливый, очень энергичный, очень позитивный. Настрой самый, что ни на есть боевой, только на победу. Это хор! Да! Мы настили навсегда! Грам-при фестиваля завоевал хор «Созвездие». Хор-тайм – это не только выявление любителей хорового пения и совершенствование вокального мастерства. Это буря положительных эмоций, которыми зарядились артисты и зрители. Ольга Данилова, Валерия Никитина, Евгений Фролкин. Народные новости. Жители и гостей Саранска ждет красивая и трогательная история любви в эпоху Великого бунта. Национальный драматический театр готовится к премьере спектакля «Капитанская дочка». Повесть Александра Пушкина впервые будет представлена на макшанском языке. На одну из самых первых репетиций побывала наша съемочная группа. Герои Александра Пушкина буквально оживают на малой сцене Национального драматического театра. Актеры произносят текст, то и дело спешно заглядывая в сценарий. Репетиция «Капитанской дочки» в самом разгаре. Но это самые первые шаги на пути к премьере спектакля на макшанском языке. Этот спектакль у нас появился спонтанно. Мы планировали поставить вообще другой спектакль. Но режиссера, которого пригласили мы, Бориса Манжеева, он не смог приехать к нам. Так как мы срочно начали искать что-то для репертуара другое, новое. И выбрали режиссера, который на это время свободный. Он морец, он приехал из Южкар-Аллы. У него очень большая практика режиссерского он ставил везде. То есть он было время и здесь у нас ставил. И посмотрели репертуар того, что он ставит и что он мог бы поставить нам за короткий период времени. Режиссеру Василию Пектееву несколько лет назад уже удалось сделать инсценировку повести и поставить спектакль на сцене драматического театра в Великом Новгороде. Спектакль заслужил любовь зрителя и пользуется большим успехом. За перевод взялась заведующая литературной частью театра драматурка Валентина Мишанина. Буквально за полторы недели текст Пушкина зазвучал на макшанском языке. Это повесть о том, как важно оставаться человеком при любых условиях. Актеры театра активно вживаются в образы. Они уже неплохо справляются со своей задачей. Точно передают мысли, чувства, переживания персонажей. Репетиции пока на русском языке. Но уже скоро герои Пушкина заговорят и на макшанском. Пушкин – это огромный океан. И тем более, что именно капитанская дочка на сегодняшний день, мне кажется, очень важна. Она перекликается с нашей современной действительностью. Историю трогательной любви Петра Гринёва и Маши Мироновой предстанет на суд зрителей уже в марте. Предположительно, в преддверии Международного женского дня. Ирина Пятина, Станислав Сёмин. Народные новости. 15 февраля в детском технопарке «Кванториум» открылась шахматная гостиная. Помимо технических изысков, ребята теперь будут заниматься и одним из старейших видов спорта. За открытием наблюдала наша съемочная группа. Е2 на Е4. Смотрим внимательно. Детскому технопарку «Кванториум» совсем недавно исполнился год. Уже успешно работает шесть квантов и хай-тек-цех. Теперь его руководителям пришла идея запустить новый проект под названием «Шахматная гостиная». И он, на удивление, никак не связан с техникой, однако направлен на умственное развитие детей и посвящен шахматам, одному из самых интеллектуальных видов спорта. Сегодня у нас знаменательная дата. Во всех технопарках «Кванториум» нашей страны открывается марафон шахматных гостинок. В дополнение к техническим специальностям, которые изучают ребята, робототехника, авиация, машиностроение, биология и многие другие, очень важно, чтобы человек развивал себя не только в плане работы руками, но и работы головой. Руководство шахматной гостиной доверили опытнейшему гроссмейстеру Республики Риме Девяткиной. Она не первый десяток лет учит детей игре в шахматы и воспитала множество талантливых спортсменов. Ее цель – всеобщая шахматизация, чтобы дети жили этой великой игрой, которая учит ребят самостоятельно думать и принимать решения. Ребята должны, они обязаны играть, они обязаны играть с детского сада, они в школе должны играть, они должны в университете играть, должны играть со взрослыми, участвовать в турнирах, они должны ездить на соревнованиях, играть со своими сверстниками, повышать свое мастерство, свой уровень, то есть учиться, учиться мыслить, думать, учиться принимать решения не только за шахматной доской, но и в жизни. Занятия в кванториуме бесплатные, и на них может прийти любой желающий, поэтому если вы считаете, что техникой вашему ребенку заниматься еще рано, тогда отдавайте его в шахматы, здесь будут только рады. Евгения Кострица, Максим Тузин, Евгений Фролкин. Народные новости. Теперь к новостям спорта. 15 февраля в южнокорейском Пьончхане были разыграны медали в лыжных гонках среди женщин на дистанции 10 километров свободным стилем с раздельным стартом. На старт вышли три россиянки. Представительница мордовской экс-шора Анастасия Седова в компании Санны Нечаевской и Алисой Жамбаловой. Победительницей стала Ранхельдхага из Норвегии. Лучший результат среди россиянок показала Седова, которая финишировала восьмой. Отставание Анастасии от норвежки составило 1 минуту и 7 секунд. Нечаевская заняла 10 место, Жамбалова – 17. Следующую гонку на Олимпиаде спортсменка из Мордовии проведет в рамках эстафеты 4 по 5 километров. Она состоится 17 февраля. На этом пока все. С вами был Никита Борискин. Увидимся на НТМ.